Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рай и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды, ну что поехали Лига самураев 3 звезды как ты видел и давай посмотрим куда меня, ну в принципе Лига самураев 2 звездочки Не слишком сильно меня, ребята здесь сбросили всего лишь на один ранг, но это дело поправимое Единственное друзья, единственное что я хочу сказать, что сегодня у нас, что у нас сегодня, день недели какой, давай посмотрим А день недели у нас друзья, сегодня среда, среда, потом идет четверг, пятница, суббота, воскресенье, блин, короче, маловато у меня времени для того, чтобы, как сказать, филонить Мы же хотим платья на воскресенье, хотим, ребята, вы вот не поверите, вы не поверите, я сам не верю, я после того, как в предыдущем ролике про голосование вам сказал, да Я не знаю, клон, не клон, короче, за Леонардо Космос проголосовало больше всего человек Я сомневаюсь, что это, как сказать, сговор или еще что-нибудь, потому что, ну столько аккаунтов ты вряд ли сделаешь на Ютубе, чтобы, как бы, под каждым заходить и голосовать Так что, давай, наверное, переведем Леонардо Не Леонардо Видение, ребята, а Леонардо Космос Вот, если вы мне не верите, вы можете зайти в комментарии и посмотреть Вот он, Леонардо Космос Честно говоря, я сам немножко не понимаю, почему именно он У него только лишь одна массовая атака, это космический корабль Но у него есть, по-моему, еще пассивка Лео находит способность обхитрить врагов В начале хода есть 10% вероятность улучшить уклонение на 25% на 2 хода Но это, ребята, только лишь первая ступень А на седьмой ступени, я думаю, там будет не меньше 50% на уклонение Ну что ж, друзья, я поздравляю нас всех У нас Леонардо Космос в платиновом ранге Было там приличное количество и за Роквелла И это я точно помню И за Мундагека И за, по-моему, вот я знаю точно, что оригиналов, по-моему, за черепашек, ни за оригиналов вообще никто не голосовал Вот это вот, конечно, мне немножко странно Хотя, как бы я считаю, ну, так Где-то там в подсознании, что Черепашки оригиналы Ну, я не могу сказать, что они топ Но я могу сказать точно, что они, они Как бы из наиболее сильных черепашек То есть, как бы их недооценивать не стоит Кстати, ты не думаешь, что я здесь очень круто лопухнулся Я заговорился с вами и Блин, и не взял хая А не взял хая, сейчас будет разборка Потому что они по уровню, да, они по уровню почти, ребят, как я Почти, давай дебаф еще повесим на них Угу, защиту мы понизили И теперь давай бомбить Во-первых, Криса Брэдфорда, чтобы он тут не бафал Пробей его еще теперь Давай попробуем с гранатомета Есть Так, а вот теперь, ребят, я не знаю Нам надо, как бы, по идее Быстрее уничтожать вон того вон майки Все просто, потому что Иначе, ребята, он поставит Уклонение, уже он ничего не поставит Отлично На тебе Добиваем Рокстадий И остается лишь Бибоп Так, мы его еще и оглушили, прикинь На, из водяного пистолета Все Так что, ребят, спасибо, конечно, вам за Ваши голоса За то, что вы принимаете активное в этом участие Помогаете тем самым мне Ну и, естественно Нашему общему делу, нашей игре, короче Вот Так что, теперь у нас Лео Космос Честно говоря, я бы ни за что бы не подумал бы Что многим Нравится Лео Космос И я про этого персонажа ничего сказать толком не могу Потому что я за него практически, ребят, не играл Это, наверное, прекрасно видели Но думаю, что если столько голосов отдали Значит Или, значит, просто людям интересен этот персонаж И хотят они посмотреть на него в прокачанном виде Или же они уже знают, что это за персонажи Поэтому Как бы стали рекомендовать Вот Ну что ж, друзья мои Мы обязательно посмотрим его в прокачке Но это будет уже после того, как мы с тобой Ну у нас много сейчас персонажей Которые, я имею в виду, в платиновом ранге Которые хотят повышения Ты не забывай, что мы с тобой сейчас Прокачиваем Донателло Плюс к этому у нас идет Плюс к Донателло у нас идет Алапекс Лиса Потом только Лео Да и то надо посмотреть Кто там у нас еще в платиновом ранге Потому что, возможно, даже, ребята Есть и персонажи Которые уже давным-давно у нас Переведены в платиновый ранг Давным-давно Но не прокачаны В топчик То есть, как бы Надо посмотреть Оценить Вот смотри Вот, например, Леонардо Оригинал Очень, ребята, хорош Во-первых, у него очень мощная атака Во-вторых, у него есть Отложенная смерть Кстати, вот этот Слушай, а Леонардо видение у нас, по-моему А он у нас, по-моему, в платиновом ранге Кстати, он тоже топ, ребята У него вот этот вот массовый удар Бросание кувшинчика, да Я не знаю, там с каким-то пойлом Который просто Блокирует Нашим врагам хиляться Просто вот берет Бац, и все И блокирует Так мало того, что блокирует Она еще и наносит Довольно неплохой урон Просто я вспоминаю Куна Ичи, когда мы с тобой Прокачивали, да И вспомни Там у нее Уровень 70-60 Когда она делала свою ульту Она никого не могла положить на лопатки Просто я еще думал Блин, неужели она такая же, как и Джастин Но Но Когда мы ее прокачали с тобой на сотку Когда мы ей вкачали вот этот вот электрошок До шестой ступени, по-моему, да Мы до седьмой не прокачивали Ты видел, как она перевоплотилась? Она просто стала машиной для убийства, ребята Она валит таких персонажей Я еще в прошлых сериях говорил, что она даст фору Даже, наверное, Маузерам нашим и Крэнгам До чего она хорошо бомбит А если мы ее прокачаем еще и до седьмой ступени Ну, это вообще, наверное, будет божественно Потому что у Маузеров, насколько я помню И у Крэнга, у них массовые атаки прокачаны Именно, ребята, на седьмой ступени Я даже сейчас проверю Так, сейчас, подожди, наберу команду только Раз, два, три, четыре Так, я сейчас посмотрю Так Блин, я не могу здесь, ребята, глянуть Ладно, после поединка У Куноичи, по-моему, все-таки на седьмую ступень Ой, на шестую Я сейчас не буду, ребята, утверждать Сейчас глянем после боя Бой тут закончился быстро довольно-таки И сейчас мы с вами глянем все это дело Так, шестьдесят первая позиция В общем, смотри Где Так, вот, смотри, Маузеры Да е-мое, не то делаю Ребята, седьмая ступень Дальше Крэнг Седьмая ступень Ха, друзья мои У них седьмая ступень Понял? Опа Опачки Неспроста, друзья мои Мы стали с вами говорить И вот теперь Куноичи тоже Получила седьмую ступень Но факт в том, что Она не была на седьмой ступени И жарила Противников Будь здоров Так теперь На седьмой ступени Она вообще будет Вытворять Ну Просто Адовые вещи, ребят Адовые вещи Это я вас уверяю Я вас в этом уверяю Потому что Она и до этого Неплохо бомбила Сейчас вообще будет на высоте Надо будет даже Ее как-нибудь протестить Против семидесятников То есть Когда мы с тобой Доходим до Персонажей Высшей категории Мы с тобой просто Сделаем Возьмем Куноичи Кого-нибудь там Послабже Чтобы просто Проверить ее Мощь Конечно Хотелось бы проверить Мощь Вот например Взять Куноичи С отрядом И с этим же отрядом Взять например Маузеров или Крэнга И просто сравнить Ведь где-то же У них должна быть Статистика Статистика Я имею персонажа Я не помню Просто где она находится Так Сообщество Угу Справка И поддержка Это все не то Общее Это не то Я не помню точно Друзья мои Но где-то Где-то такое и есть Где показываются Классы Статы Бойцов Блин Мне даже самому Интересно стало Подожди Друзья Где-то это Где-то такое Можно Блин Посмотреть Так Ну Не Вот это А вот Вот по-моему Ребят Вот здесь Смотри внимательно Так Давай-ка мы Перейдем с тобой На Маузеров Так Смотри внимательно У них Сила атаки 2704 Нас интересует Именно атака 2704 Да Так Это кролики У Крэнга Друзья мои У Крэнга 3229 Так Ну Я же вам говорил Друзья мои Я же вам говорил Что у нее Сила атаки Не меньше Чем у Маузер Ты посмотри 3089 То есть она Идет по атаке Что-то среднее Между Крэнгом И Маузерами Понимаешь Да То есть у Маузеров Около 3000 У Крэнга Чуть Больше 3000 А у Кунаичи Вон почти 3000 Ну 3100 Грубо говоря Так Округлим Так что Друзья мои Она Вполне Даст Фору Поэтому Ну вот Чурка Но К чему я вообще Все это говорил Что Изначально Изначально Когда мы ее качали Да Она мне как-то Ну так Показалась Ну такой боец Я же говорю Что я подумал Что она Второй Джастин Господи Вот Поэтому Я по поводу Леонардо Космос Он может быть тоже Ребята Топовый Просто нужно его Прокачать до сотки И прокачать ему До седьмой ступени Его скилл Но хотя Кунаичи Даже на шестой Ребят Ступени Своего Массового Скилла Показывала Обалденные Результаты И если Леонардо Космос Хотя бы Приблизится Хоть чуть-чуть Хоть чуточку К этим показателям Тогда можно будет Сто процентов Говорить Что он Один из топовых Бойцов Но В моем Ребята Как бы вам сказать Понимании Топовый боец Не то что он имеет Одну например Массовую атаку А желательно Две Например Мне Чем нравится Маузеры Ребят У них Две Массовые Атаки У них Две Массовые Атаки Мне также нравится И пицелицы Кстати Насчет пицелицев Тоже надо было бы Посмотреть Какая у него там Степень атаки И тому подобное То есть Получается Что если мы идем На какое-то с тобой Испытание Или событие Да Мы тратим Например Первая волна Мы с тобой тратим Ну грубо говоря там Это не массово конечно Атака была Ну ты понял В общем мы тратим с тобой Один из ударов Да Потом идет вторая волна Но на втором ударе Нам тоже нужно Как бы тебе объяснить Ну как-то защищаться Грубо говоря Особенно если у нас команда Слабая Или чуть-чуть Потрепанная Здесь Естественно Ребята Выручает Очень сильно Выручает Именно Массовая атака И чем больше У персонажа Их Этих массовых атак У Леонарда Кстати Видение Ой-ой-ой Мне кажется Сейчас Блин Ребята Плохо дело Нифига Это Это как Он так отхилился Ты видел Ты видел У мутагеноида Было совсем мало здоровья Я не понял Я что-то там посмотрел На телефон И уже смотрю У него здоровье Полностью У него что Автоотхил какой-то сработал Или пассивка какая-то Слушай Мне интересно Дай-ка я гляну Что такое могло случиться С мутагеноидом У него не было Ребята Бафа на Лечение Или еще там что-то Сейчас посмотрим Так Это не то Слушай Да нету У него ничего А как А как там получилось Я не могу понять Но ведь вы же видели Что у него здоровье Восстановилось Или у него все-таки Был какой-то баф Потом он исчез После того Как он хильнулся Я просто ребят Как-то не особо смотрел Что там на нем висит Баф-дебаф Я видел что по-моему Там дебаф висел Ну и никак не баф Прикольно А я уже там Запереживал за него А он взял Хоп И отхилился Молодец Красавчик Е-мое Так держать Так Ну что же Это все ребята Конечно радует Вот мы сейчас посмотрим И Алапекс Мы с тобой Алапекс качаем Да сейчас в данный момент Нам Донателла Это у нас прокачан Единственное что у него Сотого уровня нету Но по скиллам Он вроде бы все Вот сейчас хочу проверить Еще нашу Вот эту вот лису В плане Прокачаем ей Вот эту массовую атаку Пока Пока вот в данный момент На котором она На уровне находится Я бы не сказал Что очень мощная Ну Роняет Тридцать пятых Тридцать восьмых Сороковых По моему Она полностью еще Уронить не может Но Такой Как бы Тискать Небольшой Осадочек Остается Почему-то Мне кажется Что Она идет Как Джастин Вот Не хочу Или как вот Слэш ребята Слэш Это практически Тот же самый Джастин Если честно Почему Ну У него Хороший Блин Вроде такой Мощный персонаж Да кажется Мощный ребят Персонаж Но На равных Даже Рафаэль Ребята Мне кажется Наверное Будет сильнее Чем Тот же самый Слэш Могу конечно Не ошибиться Но Мне вот почему-то Так кажется Рафаэль плюс Еще берет Не забывай Не только своей атакой А своей инициативой Это пока Самая Самая Лучшая Инициатива Ну то есть Самый скоростной Персонаж В игре Который у меня В данный момент Открыт И прокачан А на втором месте Идет по моему У нас Зэк Потом идет Микеланджело Все Круче пока По скорости Я Никого не видел Может быть Кто-то там еще И будет Из тех персонажей Которые у нас Есть Но еще не прокачаны Но это покажет Ребята время Так что Вот так Тут В комментариях еще Начни С ноля Играть Страйкфорс Друзья мои Вы что Совсем что ли Что в Черепашки Ниндзя Что в Страйкфорс Вообще В такие игры Где идет Накопительно Собирательный Процесс То есть Чтобы Открыть Ребята Всех Черепашки Ну всех персонажей В этой игре Вы же видели Прекрасно Сколько ушло времени Пять лет Без доната Ребята Пять лет Чтобы Чтобы открыть Я не говорю Что играть Каждый день Там это Нет Я вообще Тебе в суммарности Говорю Но Ты не забывай Что я Эту игру Практически Хотя бы Одна Две серии В неделю Появлялась Понимаешь А то и Три серии В неделю И так На протяжении Пяти лет И только Благодаря этому Открыл Всех персонажей Не взломка Ребята А своими силами И вы Говорите Начни Все заново Ну вы что Смерти моей Хотите что ли Чтоб я До пенсии Ее проходил На этой игре Друзья мои На этих прохождениях Уже целое поколение Пять лет Это вот Если Ребенок Начал смотреть С пяти лет Грубо говоря Мой канал Да То ему сейчас Десять То есть Там он был в садике Тут он уже Извини меня В третий класс идет То есть Ну как бы Понимаешь сам И для меня тоже Извини Как бы Помимо этих игр У меня есть еще Другие занятия Как бы И у меня И семейные Ну как семейные дела Хозяйственные дела И Вообще И есть у меня еще один канал Где я там Снимаю игры Поэтому ребятушки Ну уж Извините конечно Ну с ноля Начинать Это 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 слишком борзо Для меня Слишком борзо Столько времени Ушатать И начать Все заново Нет Я лучше Возьму Какую-нибудь другую игру Блин Я кстати Вчера ребята Кто-то 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 мне в комментариях Написал Рэй Поиграй в героик И я вчера ее скачал И поиграл На два с половиной часа Как засел поиграть Так и поиграл Не знаю Сегодня Возможно ребята Я созрею Но Опять же Это игра на любителя Она Получается как бы Стенка на стенку Что-то типа Tower Conquest Но только в Tower Conquest У нас Игра рисованная И там Одна линия Да То в героике Там идет Три линии И Графика Больше такая Кинематографическая Ну компьютерная Такая вот Не мультяшная Не пиксельная А именно вот Настоящая такая Добротная Качественная Компьютерная графика Вот Я вчера Так хорошо Засел ребята Ну я хотел поиграть Немножко освежить память Там же надо Вспомнить какие-то И что-то я так быстро Влился В нее Даже там Куда-то в лиге вышел В общем если Вдруг у меня получится Сегодня Завтра В ближайшее время Я запущу Также у меня Уже стоит Скачанная игра Marvel Хотел сказать Strikeforce Future Fight Вот Она у меня уже стоит Ребята Ждет Своего момента Когда мы будем ее Проходить Еще раз я вас спрашиваю Будем ли мы ее проходить Хотите ли вы ее на моем канале Пишите об этом Ребята в комментариях Ну что пойдем Пройдемся С серией испытаний Ах Еще один поединок И все Ребята И Крэнк Опять же Получит от нас Тумаков Тут кстати Ну вы же знаете Что я это Начал проходить Requiem Да На втором канале И тут выходит Игра Про гномов От Властелина колец Вот И Наверное Ребята И в нее Поиграем В общем Очень много игр Я не знаю Хоть разорвись Я думал Что в отпуске Я нормально Поиграю Постримлю А у меня Получается Что я перепутал День с ночью Теперь у меня Выходит Что я Днем Сплю А ночью Играю Ну естественно Ночью стримить Сам понимаешь Ну кто будет Ночью тебе смотреть Тем более У меня подписчики Такие Нет Если конечно Кто-то напишет Там в комментариях Давай-давай То я конечно Буду стримить Но опять же Ребята На втором канале Так ну что Надо сразиться Давай мы Наверное С тобой поищем Насколько У нас мутагена мало Поэтому Только лишь На Алапекс У нас получается Да Вот она Так Ну что Давай У нас тут Ё-моё Куклы Дарума эти Ну я сейчас Я ребят Сейчас встряну На куклах Дарума Это потому что Невозможно Мы их тогда с тобой Сколько искали И По-моему Три или четыре дня Так Две А их нужно Двенадцать Ребят Так Три Четыре Четыре куклы Ну и Все по ходу Дело Да Ну да Пять Когда мне нужны были Комиксы Чувак Они мне не выпадали Сейчас они тут выпадают Только шорох Так по-моему Семь Ну и все Ребята Семь Кукол Дарума Мы получили Уровень я поднимать Не буду Пока А нет Нам придется Чтобы Завершить задание Ладно Хорошо Иди сюда Лапикс Шестьдесят второй уровень Ребята Она получает Мы забираем Чтобы здесь Остатки роскоши И Что у нас Завтра Четверг Скоро Пятница Да И у нас Будет Черепощья Буря Многие говорят Ребят Проходи вот эти События Друзья А зачем Зачем мне проходить Я не вижу Смысла в этом Что они мне дадут Вообще Ничего Если бы там Были бы Какие-нибудь Нужные мне Элементы Или еще что-нибудь Да конечно А так Я не вижу смысла В прохождении Жетоны Мне не нужны Это Тоже мне не нужно Так что Просто лишняя Трата времени Так Ну что Давай все это Сплавим И будем Друзья мои Закругляться Да Так что Всем большое спасибо За просмотр И до новых Скорых Видосиков